Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Продолжаем разбирать фундаментальные события, происходящие и случающиеся на финансовых площадках с точки зрения того, как они влияют на динамику финансовых инструментов. Сразу хочу порадовать вас хорошей новостью, друзья. На следующей неделе у вас будет возможность отдохнуть от меня, от моей физиономии. Меня подменят на недельку мои коллеги, тоже будут держать вас в курсе всех событий. То есть фундамент мы по-прежнему будем для вас закрывать, чтобы вы были в курсе самого интересного, чтобы строили для себя дорожную карту трейдинга, смотрели на то, что стоит дождаться, по факту чего можно поторговать, а по факту чего вообще в рынок лучше не лезть. Вернусь я через неделю, и если будет необходимость, мы подведем итоги важнейших событий, тем более у нас всегда проходят понедельники правильные, где мы на вебинаре крупными мазками разбираем такой тотальный фундамент и долгосрочные ориентиры для финансовых инструментов. Ну а теперь давайте перейдем к содержанию экономического календаря. Сегодня у нас в 11.30, можно сказать, более-менее интересной статистика открывает данные из еврозоны. В частности, речь пойдет об индексах активности в производственном секторе, об активности в сфере услуг, в ведущих экономике еврозоны, в целом всего валютного блока. Обязательно, друзья, нужно обратить внимание на эту статистику не с точки зрения того, что она в моменте приведет к всплеску интереса, к спекуляциям евро и динамичным движениям. Я думаю, что евро вряд ли будет претендовать на мощное движение в рамках текущей торговой сессии. Но не забывайте о том, что любой отчет европейского происхождения сейчас нам очень важен, потому что мы уже больше двух недель готовимся к очередному заседанию Европейского центрального банка и пресс-конференции, где с учетом уже накопленного негативного фундамента, не сомневаемся, Европейский центральный банк продолжит транслировать идею важности сохранения мягких экономических стимунов. И каждый раз, когда мы имеем возможность упереться в такой фонд, в такой фундамент, мы видим логичный отклик евро, который даже несмотря на предшествующий этому рост, все-таки разворачивается. Ему как бы указывают, что парень, тебе необходимо котироваться ниже, потому что ты не достоин с учетом того, что сейчас есть по фундаменту, по экономическому росту, по активности в различных секторах показателей инфляции, находиться на уровнях, ну вот, как к примеру, сейчас в районе отметки 1.14. Поэтому сегодня люблю вот это выражение, использоваться отдельные релизы как части общего пазла. Мы обязательно должны проанализировать эти данные, но забегая вперед, я уверен, что у нас будет еще один повод хоронить в прямом смысле производственную активность в основном Германии и отдельные сектора прочих регионов. В общем, я сегодня настраиваюсь на плохие релизы по этим направлениям европейских экономик. В 15.30 данные по индексу потребительских цен и розничным продажам Канады. Сейчас пара доллар-канадец торгуется на уровне 1.3360-1.3370. Это выше, чем мы наблюдали в начале этой недели. Это ближе к нашей цели 1.35. И еще в понедельник мы с вами ориентировались как минимум на два вот этих пятничных отчета, будучи уверенными в том, что данные в очередной раз разочаруют. Их, как слабые отчеты, тут же пропустят через призму рассуждения о том, что произойдет с монетарной политикой в рамках канадского регулятора, почему Банк Канады снова закроет, опять же, кран решительности в плане ужесточения режима, и почему мы можем и дальше ставить на слабость канадского доллара. Я бы мог еще поспорить с тем, будет ли эта слабость выраженной, как хотелось бы, с учетом того, что котировки нефти у нас близились к сопротивлению 70 долларов за баррель. Мы фактически по брендам вчера уперлись в сопротивление 68,50. Это максимум с ноября. Мы сейчас поговорим о нефтянке. То есть нейтрализация была бы вот этого негативного фона. Но сейчас нефть тоже откатила. Поэтому для канадца на текущий момент, друзья, складываются очень хорошие условия. Но не для него, конечно же, ему все-таки потенциально придется потерять стоимость. Для нас, как для продавцов, ждем сегодняшние отчеты. 15.30 еще раз повторяюсь, друзья, и настаиваем, давайте, на том, чтобы пара доллар-канадец все-таки оказалась поближе к планке 1.35. 16.45 PMI в производственном секторе – это статистика по Штатам. Не думаю, что какой-то эффект на доллар она имеет. Но в целом посмотрим мы за этим отчетом. Наверное, все, что нам было необходимо, мы уже услышали по факту прошедшего заседания Федрезерва от Джерома Паула, который возлагает американские регуляторы. И, разумеется, сейчас мы понимаем уже, что будет дальше с монетарной политикой до конца этого года и почему мы должны ставить на слабость американского доллара. И также, друзья, сегодня еще и отчет Бейкер-Хьюз по количеству нефтяных терминалов. Важный релиз для нефтянки, потому что эту статистику мы с вами интерпретируем с точки зрения оценки активности американских производителей. И из-за тех тенденций, которые сложились в последнее время, 4 недели подряд, количество терминалов снижается. Я думаю, что мы, как минимум, можем пока что локально, забегая вперед и пользуясь руководством опытом прошлых недель, ставить на то, что сегодняшний релиз от Бейкер-Хьюз может также оказать поддержку нашей идее, предполагающей покупку нефтянки и движение к цели в 70 долларов за баррель. Давайте теперь к бренду. В принципе, я особо детально на нем останавливаться не буду на этом инструменте, потому что в целом за последнюю неделю ничего нового и не произошло. Но единственное, что лишь напоминаю вам, друзья, что мы уперлись в 68.50 и способствовал тому фундаменту. Я думаю, что, возможно, даже основным катализатором локальной динамики выступили данные по запасам. В общем, запасы снизились и нефти, и нефтепродуктов. Мы готовимся с вами к тенденции, да и фактически, наверное, уже вступили в этот период, когда за ревким исключением предстоящие недели будут радовать нас статистика со знаком минуса. И мы будем использовать ее в качестве такого еще одного фундаментального сигнала, почему нефть интересна как минимум каткосрочно с точки зрения покупок. Но вот вопрос, почему все-таки вчера у нас нефть скорректировалась? Что же напугало Brent на отметке 68.50? Я думаю, что это не техника, друзья, не такой уж это крутой уровень, чтобы говорить о каких-то потенциальных разворотных моментах технического характера. Я думаю, что все-таки участников рынка напугали комментарий Трампа, который подтвердил ранее озвученную позицию его главного советника о том, что пошлины на китайские товары будут оставаться в силе длительный период времени. Ну, это как бы дословный перевод, друзья. Уж не знаю, какие выводы из этого нужно делать. Лишь повторюсь, что Трамп очень противоречивая натура. Еще две недели назад мы как губки впитывали этот позитив, в том числе с его стороны, когда, вы помните, настраивались. Мы еще на встречу между Имой и Си Цзиньпином в рамках этого месяца, где должны были подписать двустороннее торговое соглашение. Но сейчас страны, стороны, скажем так, начинают, на мой взгляд, уже очевидно для всех, через такие заявления отдаляться. И непонятно, зачем Трамп сделать такой комментарий. В принципе, можно было этого момента и не касаться, потому что выводы, они на поверхности, то есть переговоры, они, возможно, затягиваются. Есть разногласия, вероятно, даже непреодолимые. Ну да, будучи оптимистами, возможно, им стоит еще делать комментарии о том, что США и Китай на пути к этому долгожданному прогрессу. Но мы понимаем, что этот прогресс не такой уж и очевиден сейчас. И, возможно, друзья, в конце концов, через подготовку почвы для развития негативного сценария, мы с вами через месяц-другой вернемся к обсуждению этой ситуации именно с точки зрения того, что Китай и США, в конце концов, и не нашли выход из этого торгового конфликта. И, может быть, даже будет снова необходимость, вынуждены говорить о возобновлении торговой войны. Комментарий, как минимум, вчера явно потрепал рыночное настроение, подорвал интерес к риску, в данном случае, к нефтянке, потому что любой фон негативного характера по отношению между США и Китаем, он анализируется участниками рынка через риски для глобального экономического роста, и т.д. и т.п. вы знаете, об этом уже много раз оговариваю. Поэтому, да, откатили, но держимся все равно гораздо выше 65-67-50, можно сказать, даже в рамках недели мы еще в плюсе, друзья. Давайте ставить на то, что краткосрочно все же пойдет этот уровень 70 долларов за баррель. Я надеюсь, что на следующей неделе, когда выйдут данные по запасам, может быть, этого триггера будет достаточно, чтобы продавить нефтянку в моменте вот к этому рубежу. Доллар и иена протестировали. Мы уровень 110. Это, в принципе, было ожидаемо. Я ориентировал, что как минимум до этой планки мы доберемся. Сейчас откатили 110.77. Друзья, 110. Это все равно уровень ничтожный даже с точки зрения того фундамента, который теперь является актуальным после последних заявлений Федрезерова. Поэтому ждем повторного возвращения к этому рубежу, его пробой и движение выше. Напоминаю, что есть еще возможность для открытия долгосрочных сделок по этой паре до конца этого года. С ожиданиями того, что доллар иена будет котироваться гораздо ниже. И почему доллар, в принципе, должен остаться под давлением? Да потому что Федрезерв признал, что не станет повышать процентные ставки в этом году. То есть, если в ходе последнего заседания был еще допуск того, что улучшение макроэкономической статистики может снова вернуть Федрезерв на дорогу крайне жесткой монетарной политики, подразумевающей несколько повышений процентной ставки, сейчас это уже не так. ФРС фактически, скажем, дернул ручник. Теперь мы оказались в новой реальности. Эта реальность упирается в ухудшенные прогнозы по экономическому росту. Подтверждение опасений, связанное с не такими же устойчивыми ожиданиями потенциально устойчивого роста инфляции. Мы теперь говорим о том, что даже в 2020 году в лучшем случае можем столкнуться только с одним повышением процентной ставки. И, конечно же, для доллара это уж точно не та база, на которой можно расти. И, как минимум, если вас не устраивают эти комментарии, если вы считаете, что ситуация может измениться, посмотрите на доходность американских облигаций при текущих уровнях, на которых находятся доходности десятилеток. Доллар не сможет вырасти никак, друзья. Ставим на цели ниже 110 евро против доллара. 1.1374 европейский центральный банк через комментарии отдельных чиновников вчера продолжил забрасывать на рынок идеи о том, что данные, выходящие, свидетельствуют о замедлении экономического роста и еврозоны, и отдельных регионов. Сегодня мы в этом убедимся, друзья, потому что сегодня нас ожидает порция разочаровывающих данных. Также вчера вышел отчет по уровню доверия потребителей. Минус 7,2. Я, в принципе, ожидал как минимум такие цифры. Честно говоря, даже рассчитывал увидеть статистику похуже, но все равно, наверное, хуже этой уже быть не может. Плюс-минус здесь особо дело не меняет. Поэтому по евро-доллару я надеюсь, что вы усвоили уже для себя долгосрочные ориентиры. Понимаете, почему нужно придерживаться их и знаете, почему евро может быть аутсайдером из аутсайдеров. Австралии с против доллара 0.7102. Точемся мы рядом с поддержкой 0.71. Я еще раз делаю отсылку к последним данным по рынку труда, которые для кого-то показались сильными. Я говорил и попытался доказать вам, почему отчет все-таки слабый. Еще раз напоминаю вам, что ранее вышли крайне увеличающие цифры по экономическому росту. Самые худшие за последние 10 лет. Поэтому даже если кто-то из ведущих инвестбанков говорит о том, что Резервный банк Австралии не будет менять процентную ставку, я, наверное, останусь верен своей позиции и буду транслировать субъективное мнение свое вам о том, что Резервный банк Австралии, скорее всего, даже снизит процентную ставку. Вот еще один квартал-два исключительной слабости Китая. И вот вы видите, австралиец, будучи регионом, точнее валютой, отвечающей за регион, одним из первых дисконтирующих риски экономики Китая пойдет на вынужденные подобные меры. Фунт против доллара. Волатильность, наверное, тех, кто ищет волатильность, радует. Вчера мы видели, как британская валюта проводилась в поддержке 1,30. А сейчас мы уже видим фунт на уровне 1,3140. Вчерашний день был интересен с точки зрения фундамента. Роничные продажи вышли 0,4%. Вмещено выражение 0,9%. Я не понимаю, друзья, почему мы видим и почему статистики публикуют такие данные. На основании чего такой позитив? Для меня это прям большая загадка. Если у вас есть мнение о версии происходящего, вы, пожалуйста, поделитесь ими. Потому что даже оценка несколько дней назад нам брела на статью по активности и анализу британских домохозяйств с точки зрения операций и транзакций, проходящих по платежным системам в Викиции. И вот в прошлом месяце они были очень низкими. И те, скажем, источники информации, рейтинговые агентства, агентства, которые занимаются опросом, предварительно оценивая розницу в той же самой Англии, прочие ли очень слабые цифры. Потому что это выводы, которые делались, опираясь на математические расчеты. В итоге цифры совершенно немыслимые и непонятные. Видимо, где-то кто-то видит какой-то прогресс и позитив, либо просто статистиковая задача пока не сгущать краски на фоне имеющей место быть политической неопределенности и не нервировать еще потребителей и, скажем, общественность еще и крайне слабыми цифрами. Ставка, друзья, на прежнем уровне 0,75%, объем выкупа активов также 435 миллиарда фунтов, ничего не меняется. При этом напомню, что центральной темой сейчас является обсуждение, что же будет с официальным выходом, когда же он состоится. Ранее мы говорили о том, что Тереза Мэй отправила заявление главе президенту Евросовета Дональду Туску с просьбой перенести, подбинуть дату выхода с 29 марта на 30 июня. Кстати говоря, это решение, она читалась о нем в парламенте, тут же вызвала массу критики. Я вчера вам говорил о том, что ее обвинили фактически в предательстве интересов британских домохозяйств, потому что они-то уже давно проголосовали за выход из состава ЕС. А вместо того, чтобы получить этот выход, они сейчас живут в условиях какого-то безвыходного политического кризиса и тупика, действительно, который затянулся уже на многие годы, скажем так. Поэтому, конечно, решение, конечно же, зависит от Европейского Союза, насколько они продлят этот переходный период. Я также попытался вчера порассуждать, что, скорее всего, вряд ли будет удовлетворено прошение Терезы Мэй продлить до 30 июня. Скорее всего, если продлят, то до парламентских выборов в ЕС, то есть до конца мая. И это максимум, на что пойдут представители Европейского Союза. Вот в целом, если резюмировать вчерашний день, друзья, то мы, конечно же, видели логичную, нормальную реакцию из-за вот этого политического кризиса в виде распродаж британцев, пусть даже резких. Я, в принципе, даже надеялся увидеть и пару ниже отметки 1.30 закреплений ниже там. Но почему выросли? Ну, возможно, это все-таки связано с решением Европейского Союза, который согласился на отсрочку до 22 мая. Однако есть одно условие. Собственно, палате общения необходимо определиться сейчас с текущим соглашением и фактического принятия. И Дональд Туск еще раз отметил, что у Англии сейчас есть несколько сценариев. Это либо принять соглашение, либо отказаться от сделки, либо вовсе поставить, скажем, стоп, поставить на стоп процесс выхода и отказаться от него. То есть, закрыть вопрос с инициированием 50-й статьи Лиссабонского договора. И еще один сценарий – это продление на крайне неопределенный срок, может быть, даже в перспективе года. Но это, как вы знаете, будет равносильно тут же новым выборам в Англии, когда Тереза Мэйхе потеряет свой пост. Я также допускаю, что все-таки позитив, который мы вчера увидели, и откат от поддержки 1.30 до текущих уровней, был связан еще с данными о петиции, посвященном вопросу вовсе отменить Brexit. Так вот, эта петиция сейчас собрала уже фактически 900 тысяч голосов. Это очень много, друзья. Даже если петиция, посвященная какому-то вопросу, собирает 100 тысяч, ее уже необходимо рассматривать на законодательном уровне. Я думаю, что количество подписей перевалит за миллион, и, может быть, оптимисты в этом увидели намек в том, что Brexit и с ним вовсе может быть покончено, то есть от него могут отказаться. И все вернется вспять, тогда мы закроем вопрос со всеми этими дисками и вообще не будем возвращаться к тематике Brexit. Если это Англия начнет дальше расти и пухнуть, и все будет замечательно. Но я не думаю, что это вероятно, друзья. Я настаиваю на том, что основные риски, связанные с жестким процессом, они еще впереди. И очень хочу, чтобы вы тоже готовились к этому. Очень не хочу, чтобы по факту серьезнейших, мощнейших движений вы, друзья, столкнулись с потерями по вашим депозитам. Определите для себя сторону и будьте ей верны. Мои ожидания закрепления ниже отметки 1.30 и движения еще ниже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей, удачной вам торговой сессии. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok